Ты неси меня, река, за крутые берега. По подсчетам ученых, в нашей стране протекает больше миллиона больших и маленьких рек и речушек. Они несут и сбрасывают ежегодно в моря и океаны 4000 миллиардов кубических метров воды. Самая полноводная из них – Енисей, а самая протяженная – Лена. Она начинается в Байкальском хребте и в 4500 километрах от истока впадает в море Лаптевых. А что еще интересного мы знаем о голубых венах нашей планеты. Река Нил – одна из самых длинных рек в мире. Фактически, когда-то Нил был самым длинным, но последние исследования показали, что по длине его превосходит река Амазонка. Длина Нила составляет приблизительно 6700 километров, а длина Амазонки после открытия нового источника достигла почти 7000 километров. Она же является и самой полноводной рекой в мире. Река Репруа является самой короткой рекой в мире. По разным источникам длина ее составляет от 18 до 40 метров. Она вытекает из подземных пещер рядом с Черным морем, в которое тут же и впадает. Вода в пещерах появляется из-за таяния снега и льда в горах. Вот такая мини-речка. Река Лаплата, которую еще называют Серебряной рекой, самая широкая в мире. Ее ширина колеблется от 48 до 220 километров. Но из-за такой ширины глубина Лаплата небольшая и судоходство по ней затруднено. Самая глубокая река в мире – это Конго. Также она является второй рекой мира по водоносности после Амазонки. На узких участках по 300 метров шириной Конго может достигать глубины 230 метров и больше. Река Индигирка впадает в Северный Ледовитый океан и считается самой холодной рекой мира. Ближе к концу зимы нижнее течение Индигирки может промерзать насквозь. Самая грязная река в мире находится в Индонезии. Цитарум протекает рядом со столицей страны Джакарты и собирает отходы 9-ти миллионного города. Местные жители уже забыли, что там когда-то водилась рыба. Собирать мусор в реке и сдавать его на переработку теперь гораздо выгоднее, чем рыбачить. А самая необычная река мира и, пожалуй, самая красивая Кано Кристалис – кристальная река или река пяти цветов. Все дело в водорослях, которые растут в реке. Они бывают зелеными, фиолетовыми, голубыми, желтыми и черными. Их цвет зависит от времени года. Вода в реке чуть ли не дистиллированная. В ней практически нет минералов и солей и для питья она непригодна. Но в кристальной реке все-таки есть небольшие рыбки, которые каким-то образом находят себе пропитание. Редактор субтитров А.Семкин